Уважаемые гости, уважаемые дамы и господа, присаживайтесь, пожалуйста, поудобнее. Церемония награждения начнется уже совсем скоро. Ну а пока, как мы в общем и анонсировали, мы начинаем торжественное подписание соглашений о сотрудничестве. И прямо сейчас первое соглашение Союз архитекторов и Союз реставраторов России. Соглашение подписывают президент Союза архитекторов России Шумаков Николай Иванович и член Президиума общероссийской общественной организации Союз реставраторов России Баталов Андрей Леонидович. Друзья мои, понятно, что это все такие формальные подписания. Любовь между двумя союзами существует давно, она навечно. Подписываем на случай развода, но развода не будет, потому что любовь будет длиться бесконечно, уйдет в космос, мы будем любить друг друга еще больше, но на всякий случай мы закрепим свои отношения своими подписями. Итак, уважаемые гости, ваши аплодисменты. Первое соглашение подписанным. Дорогие коллеги, наш Союз достаточно молодой, он не основан в 35-м году как Союз архитекторов, но он объединяет представителей самых разных профессий, представителей практически всех направлений в реставрации. И подписание сегодня нашего соглашения с Союзом архитекторов имеет на самом деле историческое значение, потому что, как вы знаете, все архитекторы-реставраторы, по крайней мере, до революции были архитекторами-практиками. Это разделение произошло уже тогда, когда профессия была секуляризирована, когда церковный заказ, которым занимались архитекторы-реставраторы, исчез. И долгие годы в Союзе архитекторов действовала секция реставраторов под руководством одного из самых замечательных представителей профессии Сергея Сергеевича Подъепольского. Я всегда говорил, что главным врагом памятников является два человека – его владелец и архитектор, которые к нему подходят. Но вот сегодня наступает исторический момент, когда и реставраторы, сущность профессии которого сохранить здание, сохранить его историческую ценность и подлинность, и архитекторы, суть профессии которых создавать абсолютно новое, объединяются. У нас очень много материи, по которым мы должны объединиться и оснований. Это и судьба наших исторических городов, это и судьба исторической застройки. И самое главное с нашей стороны то, что реставраторы не могут более в одиночку бороться за сохранение своеобразия нашего Отечества. Изменения, аксиологические изменения, изменения всех ценностей, которые наступают, дают нам возможность, требуют от нас объединения. И с архитекторами, и с историками, и со всеми теми, кто понимает необратимость, утрат, которые мы, все свидетелями которых мы видим. Поэтому для меня, как для члена Союза Архитекторов, сегодня замечательный день, потому что мы должны вместе сопротивляться жизни, наступающей на нас. Спасибо. Друзья, следующее соглашение между Союзом Архитекторов и ВОО «ПИК». Соглашение подписывают президент Союза Архитекторов России Шумаков Николай Иванович и председатель Центрального Совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Демидов Артем Геннадьевич. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Ну что ж, прекрасный кадр для прессы. Успевайте фотографировать, снимать. ВОО «ПИК» — та самая организация, которая всемирно и всесторонне поддерживала наш первый фестиваль, занимается откровенно от души с утра до ночи сохранением памятников архитектуры, хочет дружить с Союзом Архитекторов. И это у этой организации получается. А мы, в свою очередь, готовы все силы и всю свою любовь отдать ВОО «ПИК». Спасибо. Спасибо, Николай Иванович. Добрый день, дорогие друзья. Очень сложно выступать после Андрея Леонидовича всегда. Я хочу сказать, что Общество охраны памятников тоже по сравнению с Союзом Архитекторов организация «Молодая» нам всего 52 года с 1966 года. Но с тех самых пор и по сегодняшний день мы представлены на большей части территории страны. Объединяем гражданское общество в защиту и сохранение нашего культурного наследия. Очень рады сотрудничеству с Союзом Архитекторов России. Спасибо. Уважаемые гости, третье соглашение Союз Архитекторов и Национальный комитет ИКОМОЗ. Соглашение подписывает президент Союза Архитекторов России Шумаков Николай Иванович и президент Межрегиональной общественной организации Национальный комитет ИКОМОЗ Кудрявцев Александр Петрович. Ваши аплодисменты. Уважаемые коллеги, сегодня последний день этого праздника. Но праздник продолжается, потому что архитекторы по-прежнему творят. Архитекторы приближают будущее в настоящее. И надо сказать, что как только архитектор прощается с своим зданием, сотворенным по его проекту и ушедшим в мир, людям, оно тут же имеет шанс стать архитектурным наследием. И перейти в руки реставратора. Желательно, чтобы просто с самого начала было понятно, что это сделано для того, чтобы мир стал краше, веселее, интереснее, может быть, сложнее. И чтобы в перспективе, может быть, этот объект будет включен в сокровищницу человеческой цивилизации, которая имеет свое материальное воплощение в виде списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Это небольшой список, вообще говоря, шедевров всего мира. Немножко больше тысячи. А наших отечественных архитектурных шедевров порядка 17-20. А президент поставил амбициозную задачу к 2030 году, чтобы у нас стало на пять больше этих шедевров и чтобы мы вошли в пятерку ведущих стран мира по количеству вот этих шедевров, занесенных в ЮНЕСКО. Ну, вы знаете, что это примерно то же самое, что президент сказал, что мы должны через какое-то время войти в пятерку самых развитых технологических стран мира. То есть вот эти индикаторы совпадают и по времени, и по цифре. Разве можно это сделать в одиночку? Вместе будем работать. Ну что ж, ваши аплодисменты, дорогие друзья. Все соглашения, запланированные на сегодня, подписаны. Спасибо.